К нам кто-то пришёл. Кто там? Кто это такой? Бан-бан из сказок чудес. Из сказок чудес? Вот это Бан-бан. Сумасшедший. Прикольно, Дать. Спасибо. Я тебя напугать хотела. Выдумсится. Тут у неё поле действий своё. Что-то тут шлёпу измеряла. Сделала себе вот такую копивару. Обмотала скотчем и повесила себе на люстру. На лампу всё равно лампа не работает. Кость, ты видела, какого Алиса себе копивару сделала сама? Да. Вырезала, что-то там на скотч налепила. Круто, малыш? Я видел, ты же показывала. Прикольно. Катя делает реквизит к своему следующему видео. Ей нужны крылья. Это что, крылья ангела? Клевайка. А есть? А что, голубые? Я буду их фарбовать, наверное, не было. Ну, у них будет только тень от них. А дорого они стоили? Перья? Да. 150 гривен. Прикольно. Слушай, надо Алису позвать. Ей, наверное, понравится. Декоративная перья. Это шляпка индейцев. Шляпка индейцев. Посмотри, сколько она перьев купила для Алис. Глянь, какие красивые. Это не прошенные? Это прошенные. А, это прошенные. Да, не термаю колоси. Какое прошенное красивое перо. Смотри, мама, у меня рога. Ты как индейец. Конечно, я хочу стать индейцем. Я буду индейцем. Класс. Папа. Пойди в зеркало посмотри, прикольно. Слишком низко воткнула. Вот тут? Да. Повыше его поднимай. Вот так? Да, можно еще. Нет, нет. Чтоб не торчали. Ирокезик. Красивая? Прикольно. Взяла камеру. Мурка так смешно перьями игралась. Поднимала их лапами, садилась и держала в двух лапах. А тут дети играют. Опять в больничку. Сережа, может быть, нет? Да не надо так обшикивать. Вы что? Это обшикается на рану. Один раз на рану и все. Сверху бинта этим не обшикают. Я один раз. Да. Это если ты где-то поранишься и кровь идет, туда пшикается. Это перекись водорода. Тебе есть реально где-то ранка? Вот можно у нее попшикать. Да. Но она тоже здесь. Снежок пришел сгулик. Опять сбежал у нас в гараж. Пришел сгулик и носится с перышком. Амира весь вечер бегала, кидалась на ноги. Кусала за ноги. А сейчас угомонилась. Я уж думала, она бешеная. Но она попила воды. Так что не бешеная. Да, Китюня? Угомонилась? Что она тебя находит? Что это за прикол такой? Вот бегать и кусать нас за ноги. Скучно с детьми, да? Ты так развлекаешься? Дети уже вон какие большие. Гляньте. Да. У тебя же такие большие малыши. Откормила я их вообще. Чисто на ее молоке выросли такие. Да. Ты молодец. Умничка. Умничка. Мамочка. Ох и Мируся. Ох и характер. Да. Гладьте меня. Чухайте меня. Скажи, да. Хочу, чтобы меня чухали. Мирусенька. Хорошая девочка. Мирусенька. Хорошая. Хорошенькая. Ох, Мира, Мира. Вот что ты хочешь? Ну что? Ладно, ей надо поменьше внимания. Да, она так с ума не сходит. У нас как-то подушки. Вот я Алисе говорила, оставь только те, которыми играешь. Оставь те, которыми играешь. И как-то получается, что подушки все с кошками остаются. Вот три с кошкой, вот с кошкой. И еще с сердечками. Заметила вот у нее предпочтение. Ну вот опять пошла мне за ноги кусать. Детей бросила, да? Вот что детей бросила. Мяу, мяу. Мира, Мира. Эну, малысень. Бозик, какой ты пухнастый. Какой ты прекрасный. Какой чудесный малыш. О, Снежок принес. Принес ты мне принес? Знакомься вам с братиком. Вернее, не знакомься ты, черный весь. На. Чудо чудесное. Ходит уже вовсю. Чудо маленькое. Облачко на ножках. Скажи, миленький. Посмотрите на Сережу на лицо. Какой миленький. Особенно лоб. Это прикол, конечно. Так обклеились этими переводками. Уже можно. Малыш. Ты такой миленький. Мой брат. А можно и так сделать? Можно того, как Кристина? Да. Это, скорее всего, девочка. Маме, Русь. И ДП. Вот этот пушистый, беленький. Очень. А вот это вот какая-то гладкошерстная. Она не такая пушистая. И она белеет. Посмотрите, она была очень рыженькая. Боится высоты, как Тим. Надо только вот так ложить. Кто такая крикуха? Если ты девчонка. Крикуха. Она все равно рыженькая, но какая-то рыжая-беленькая. Вот имени, где кого-то першого достала. Вот такие уже. Пушистый. Он просто очень пушистый. Он из-за этого кажется большим. Да. Мирунца, чего ты такого пушистого не делала? Как ты вообще их выкормила такими огромными? Тогда уже хорошо видно, где мальчик, где девочка. Как ты их такими большими выкормила, а, мамка? Глянь, отпихивай. Какие фуницы. Малыши. Они реально так выросли просто. Лапы уже такие большие. Против Муркиных вообще. Дайте мне посмотри. Катя крылья уже такие сделала. Это на Дашу, да? Ну да, она на Алисе вылыкала. Прикочекляет теперь. Смотри. На крылья. Смотри. Мари, Катя крылья делает сама. Мама, можно я на тебя померяю? Ну, померяй. Украл перо? Украл перо? О, Алиса же взял. О, Мира к снежку пошла. Может, она из-за него и волновалась. Он же в гараже был. И мы только открыли дверь, он домой забежал. Может, она его слышала? Ой, ты бози. Малыши милыши. Ну, поднимайте просто вот так вот надо ложить, чтобы не боялись. И, кстати, на платье могут зацепки оставить, Дусь. А давайте на ковер? Да, давайте на ковер. Хотя Мира их утащит обратно. А вы же Миру знаете. Мне тоже пушистый, больше всего нравится. А мне все нравится. Как-то интересно, что у Миры пушистые получились котята. Она сама не особо пушистая. Или, может, они потом перестанут быть такими пушистыми. Может, вот такой голос там буду оденать. Это девочка. Нет, вот это девочка. Смотри. Нет, это, смотри. Смотри. Разбираются уже, где девочка, где мальчик. Вот, смотри, а здесь девочка. А то мальчик. Мира. Давай, Мира, фу. Да пусть снесет, Сережа, не тянет. Лучше этих положите. Все, Мируся. Все, Мира, всех вернули. Потащила обратно их. Там до зоны слота. Облизывала. Все, не разрешает детям гулять снаружи, мамка. Только вот тут. Сейчас Катя на меня померяет крылья. Интересно. А можешь опусти... Да, ты так покажи мне. А теперь опусти за спину, так? Да, и поднимай вгору. Працюю. Працюю. Мне требует, чтобы он сгинался так. Все, разгибай, все, разгибай. Карррррр. Это, помнишь это в мультике? Услуги ворон. Карка руч. Кому там накаркать счастье. Смотри, чтобы тебе было удобнее передвигаться. Тянет лапы к малышу. Посмотри, Катя. Сереж, смотри, как я. Сережа, я такой большой сейчас посравнись с собой. Теперь я знаю, как кошки видят людей. И малыш уже там мир хочет изучать. Что у вас происходит? Ну, узнаем, как кошки видят нас внизу. Мы снизились, как кошки. Ну и как? Очень мы большие? Да. Мяу, 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 мяу. Кизюля. Кизонька. Китюня. Все, вы со Снежком братья? Что-то Снежку не очень понравилось, что вы коты. Так, я увлекла наших котов. Они ищут отличия. Четыре нашли, а пятой они могут. Мама, а ты нашла это отличие? А еще нет. Смотрите, что мы нашли. Глаз. Вот тут кусок забора. Облачка. Алиса увидела, что нету лапки. Сережа увидела, что нету облачка. И где пятое отличие? Надеюсь, я его найду. Я тоже не вижу. Но оно же есть, написано пять отличий. Вот. На испанском. На китайском. Ой. Кто найдет, тому конфетка. Мама, тому кто не нашел конфетка. Крыла нету. Ух ты, молодец какая. Я вообще этого не заметила. Реально у него нет крыла. На это друг. Классная книжка. Ой. Вот так. Нет. Сережа, ты меня подбил. Ой, извини, зайчик. Хорошо. Если бы мне сказали извини, зайчик, я бы тоже сразу извинила. Хитрынчик. А я красиво раскурашиваю? Конечно. Только я иногда за кончики могу вылезать. Просто не спеши. И даже не иногда могу вылезать за кончики. Если не спешить, то не будешь вылезать. А может и если спешить. Сейчас, Алиска, эту пачку дырешь. Хорошо. Бери. Мне нужен оранжевый. О, оранжевый. Кто первый раз красит, да, мама? Да как хотите. Я хочу, кто первый раз красит. Хорошо, Сережа? Хорошо. У тебя же сложнее листья. Много цветов. А у него один. У меня два. А, два. У него еще пятачок. Ясно. Годишь успеть, кто первый. Кто первый, тот получит вторую конфетку. Хороший. Эй. Носик. Сереж, я уже докрасила. А где крышка? Сережа, торопись. Я уже скоро раскрою, докрашу. Я докрасила, Сережа. Да, еще сейчас. Ничего, видишь? Не успел. Давайте дальше посмотрим, что там. Ха-ха, две конфеты. Вау! Тут надо найти фрукты. Это легко. Я хочу зайца раскрасить. Тут надо раскрасить, да. Давай, и чё я морковку? А я зайца. Насчетим заняться. Только давайте нас за стол перейдем. О, роги! На полу плохо, потому что вы спиной горбите. Я рассказала детям, может и кому-то из вас будет это интересно, что если уже на полу рисовать, то полезно вот так вот лежа на животе, потому что так спина не горбится, а наоборот выпрямляется. Что есть даже специальные школы, где организована учеба вот в таком положении. На животе с прогибом. Это мне нравится так лежать. Ну, вот так и рисуй, если хочешь на полу рисовать. Любить или рисовать на полу, не знаю почему. Ну, в смысле, не на полу, а на листочках, но на полу, а не за столом. Смотрите, что придумала Катя. А ну, покажи с другой стороны. Да там немало. Как ты прицепила, хочу увидеть, к палке. А, просто привязала? Короче, ей нужно, чтобы получилась тень от крыла. Вот я так спробовала. Ну да, похоже на настоящее крыло. Такие смешные, с этими наклейками ты. У Алисы играю в игры. Что играет в игры? Звук. А, то, что у тебя на наушниках? Значит, они подключены к ее телефону. Ну да, я жду, пока Алиса там доиграет, и я отключу. Понятно. Сереж, я же еще буду играть. Играет. Ну что, у нас утро, и Алиса продолжила щипать свою пчелку. Я, честно, очень сильно хочу собрать всю свою коллекцию. Я подумала, божья коровка. Вот такая вот божья коровка. Нравится? Да. О, у нас гроза начинается. Может, не поесть мужа, мама? Прям гром гремит. Мы выключаем технику. Зачем? Молнии сейчас будут. Техника у всех выключена? У меня пока нож не включены. У тебя телефон включен. Да, я телефон. Вытокни телефон. Хорошо. Вот так, как нож. Бедный батон. Твоя ножка какая-то. Бедный батон. Вот такой нож спит на лежанке. А ты возьми зонтик и пойди возобери. Идем. Сейчас обоих и побегу с зонтиком. Батон в дом обоявляется. Ух ты. Это пчелка. Теперь будет божья коровка. Ага. Придумали ж такое из пчелы сделать божью коровку. Я в инструкции это видела. Там показывают, кто получится. Поняла? Да. Получится белая единорожка, но может быть и розовая. Это кто мальчик? Не знаю. Да, мой хлопчик. Смотри, мамочка. Ты же сказала, роденький уси хлопчик. Ну да. Моя пчелка не очень редко показана в инструкции. У нее черное сердечко. Мне Настя сказала, что черное сердце показывает, что это не очень редкая игрушка. А вдруг Настя ошибается? Да, вдруг она редкая. Пчелка там была вроде одна. Ну да, может они и не бывают редкие и нередкие. Ну, Настя мне так сказала. Ой, валяются, играются. Смотри, как играют. Мама. Рыжие детки. Да, Мурочка? Симбики. Уже скоро все будут бегать и драться. Уже из коробки повылазят. И Мирины, и Муркины. Тетя такой маленький, ласковый такой. Те малыши уже взаимодействуют. Муркины более такие с людьми взаимодействуют, чем Мирины. Мирины на нос шипят. А Муркины, они прям даже рады, когда их гладят. Ну, как и Мурка сама. Мурка очень ласковая. Наверное, мамку. Это жопка пчелки, а это личка. Ой, только она запачкалась. Что еще под дождь можно делать, да? Потом буду бачка рассчитывать. А крышки с сушками не рассчитываются. Что, Милашка, мамки ползаешь? Мирины там мявкают. А кто такой вот тут деловой? Мы сейчас с Катей их хотим по размерам сравнить. Мириного котенка и Муркиного. А ну, покажитесь. Смотрите, какая разница. Мирин уже вообще большой. А разница у них в неделю примерно. То есть Мирин им три недельки, а Муркиным две. Вот такая вот разница между ними. Смотри, Мирины уже вообще такие, смотри. Он так ходит хорошо. Ага. Хорошие. Намного крупнее Муркиных вообще. Такие чурики. Ну и Муркины такие не промах. Для таких маленьких так хорошо передвигаются. И глаза так рано открыли. Да? Пятятки. Скажите, кто это такой белый и пушистый? Я такого не знаю. У меня все рыжие и до серые. Малыши такие. Какие малыши. Так на Мирочку маленькую похожи. Когда она была малышкой. Интересно вам. Что, дается у тебя же лавой щипывать? Я уже запотела. Я вот чувствую. Жарко очень. Мурка, ты приняла Мириного ребенка? Мурка приняла Мириного малыша. Я думала, он просто в гости сходит. А он молоко к ней пить пошел. Все, у Мурки теперь пятеро. Нормально, своих бросила? Да, Мурочка? Тут Мурка так мило обнимает Мириного ребенка или все же? Больше всего. Пчелка приняла похожую коровку. Вау. Слушай, как красиво. Да, мне тоже понравилось. Ты прям все выщипала уже. Да. Видишь, отдумали, три дня будешь щипать. А ты за два справилась. Вот пчелка. Осталось вот это все, что я выщипала, в пакетик запихнуть. Пакетик у меня уже вот так заполнил. Давай. Сейчас все оставшиеся запихнули. Мурка гордая собой. Ну, Мирин, котенок, я смотрю, не пьет у него молоко. Хоть и ищет, а что-то ему не то. Она всех приняла. Все. Чужих детей не бывает. Все, всех обняла. К нам после школы пришел Сережка. Увлекся тут царапалками. Причем я достала им еще те, которые у нас лежали, чтобы палочки найти. Потому что одной палочки на двоих не хватало. В общем, он увлекся царапалкой, которая у нас уже давным-давно лежала. А Алиса чуть-чуть поцарапала и пошла лечить. Кстати, вот эти все бинтики с пластырем, это у меня тоже были для квеста. Но Алиса их нашла. Нашла раньше, чем я сделала квесты, поэтому я отдала их раньше. Но я сказала, за один раз все не используйте, берегите, чтобы потом поиграть еще. Вот они в прошлый раз поиграли и оставили еще. У Кобивара голова валит. Так, а я сейчас иду исправлять то, что мне тут Сережка натворил. Он залез через окошко, а у нас там дождь и шел. И, получается, он-то разулся. Но, получается, он промочил ноги и мокрыми ногами сделал мне черные следы на ковре. Сейчас попробую отмыть. Да, вот это муртиш. Муртиш. Да, Амира. Кстати, поеду сейчас скоро за кормом вот этим в баночках. У нас он закончился. А мне кажется, миренных котят уже можно начинать прикармливать. Будем сегодня пробовать. Алис, будем сегодня их пробовать кормить? Сначала чуть-чуточку. Потому что я читала, что с трех недель котятам уже может начинать не хватать молока. А им вчера исполнилось три недели. Вот так вот. Что тут ты, Гусю, сделала? Я сделала Гусю новый гипс, потому что тот уже старый. А это гипс? У него что, сломана шея? Да, у него сломана шея, очень болит. Ясно. О, сколько пациентов. Кобивара упала с тысячу сотнего этажа. У него было плохое зрение, у Таши. Тоши. А у него болит попа. Понятно. А еще он орал, поэтому я ему заклеила рот. Ужас. Чтобы не орал. Сережка уже чай попил? Мурочка. Сбежала от детей, да? Мурочка у меня на кровати все время лежит, пока дети спят. Но мама, она хорошая. Мурочка. Все время стоит. Продолжение следует...